Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 715. Вот такая задача в стихах. Давайте её разбирать. Здесь речь идёт о пчёлках, которые садились на различные цветы. Вопрос задачи. Сколько пчёлок всего собралось? Давайте обозначим за х количество всех пчёл. Итак, х пчёл всего. А дальше будем по условию задачи составлять выражение. Итак, пчёлок пятая часть опустилась на цветок кадамба. Итак, кадамба. Пятая часть. Пятая часть – это значит одна пятая от всего количества, от х. Итак, это на цветок кадамба. Работаем дальше. Третья часть поместилась на другой цветок – семенгда. Итак, семенгда – третья часть. Это значит одна третья х. Х пчёлок на другой цветок. Дальше ещё на цветок кутай. Каким образом мы будем находить, сколько посадили на этот цветок? Разность найди, то есть разность одна пятая х и одна третья х. И её трижды сложи. Трижды сложи – это значит умножить на три. Итак, на кутай посадили. Найдём разность. Одна третья х и одна пятая х. Трижды сложи – это значит умножить на три. Столько пчёлок посадили на кутай. Лишь одна не нашла себе места нигде. Всё летало то за, то вперёд и везде ароматом цветов наслаждалась. Надо узнать, сколько всего пчёлок. Чтобы узнать, сколько всего пчёлок, надо те пчёлки, которые сели на цветок кадамба, те пчёлки, которые сели на цветок семенгда и те пчёлки, которые сели на цветок кутай, плюс ещё одна пчела – это всё количество, а у нас это х. То есть уравнение будет следующее. Одна пятая х плюс одна третья х плюс три умножить. От перестановки мест множителей произведения не меняются. Одна третья х минус одна пятая х. И плюс ещё одна пчела, которая нигде не села. И это равно общему количеству пчёл, а у нас это х. Давайте решать и упрощать. Ну, первое, что мы сделаем, наверное, приведём дроби к одному знаменателю. К одному знаменателю 15 у нас тогда будет 3,15х плюс 5,15х плюс 3 умножить на 5,15х. Минус 3,15х. Давайте перенесём сразу х в левую часть. Минус х. И равно единицу перенесём, наоборот, в правую часть. Минус 1. Упрощаем. 3,15х плюс 5,15х будет 8,15х. В скобочках 5,15х минус 3,15х будет 2,15х умножаем на 3. Итак, плюс 3 умножить на 2,15х. Минус 1х это 15,15х. Равно минус единице. Считаем дальше. 8,15х плюс 3 умножить на 2, 6,15х мы получаем 14,15х и минус 15,15х. Сложение чисел с разными знаками получаем минус 1,15х. Сложение чисел с разными знаками получаем минус 1,15х. Чтобы найти х, надо минус 1 разделить на минус 1,15х. Получаем положительное число. И по правилам деления на дробь 1 будем умножать на 15 первых. А это равно 15. За х мы принимали количество всех пчел. То есть всего было 15 пчел. Можно записать ответ. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.